Здравствуйте друзья! Желание обзавестись стабилизатором для смартфона у меня возникло достаточно давно и я активно присматривался к устройствам данного сегмента. Сегодня я поделюсь своими впечатлениями о трехосевом стабилизаторе Zhiyun Smooth 4. Посылка с устройством имеет довольно внушительные размеры. Красочная коробка прибыла запаянной в пластик. Красивая цветная полиграфия, из которой видно, что бывает еще белая версия стабилизатора. Внутри все серьезно. Кейс из материала похожего на пенопласт. В киношках в таких кейсах обычно показывают крутые пистолеты. Немного макулатуры, первые шаги и что-то на китайском. Это мы посмотрим потом, наверное. Так, посмотрим, что внутри. Как из этой штуки собирается винтовка и где тут оптический прицел. Вот такую упаковку я уважаю. Из защиты и сразу решен вопрос хранения и переноски стабилизатора. Все в своих четко по размерам подогнанных гнездах. Красота. Стандартный комплект производитель определил стабилизатор, складывающуюся треногу стандартным штативным винтом и зарядный кабель, кстати USB Type-C. Тренога легко может использоваться не только со стабом, но и с любыми аксессуарами, предназначенными для крепления на штативе. Кабель длиной около 1 метра подходит и для заряда, и для передачи данных. Вдвойне радует то, что мой смартфон тоже оснащен портом USB Type-C. Конструкция стабилизатора представляет собой рукоятку с аккумулятором и элементами управления и поворотный механизм, обеспечивающий стабилизацию по трём осям. Три оси – это три шарнирных соединения с двигателями, которые отвечают за положение универсального держателя для смартфона. Для транспортировки между поворотными осями имеется защёлка, фиксирующая положение в сложенном виде. На одной из сторон поворотного механизма имеется разъём microUSB, предназначенный для подзарядки смартфона. Правда, мне не совсем понятно, как его использовать. В нижней части четырёхсегментный индикатор заряда аккумулятора и кнопка включения. Чуть выше переключатель режимов. L – Locking – режим блокировки по всем осям. И PF – Pan Following Mode – блокировка только по вертикали. Кроме этого, имеется пять кнопок управления, вращающееся кольцо ещё с четырьмя кнопками по сторонам и одной кнопкой посередине. Большое и удобное колесо сбоку, вместо казалось бы очевидной функции плавного перемещения, нужно для цифрового зума или ручного фокуса. Переключение между этими режимами при помощи левой нижней кнопки с изображением прицела. Я бы всё же предпочёл управление положением смартфона, которое в данном стабилизаторе необходимо выставлять просто рукой. С другой стороны ручки объектива находится двухпозиционная клавиша, где нижнее положение разблокирует и вертикаль, смартфон плавно продолжает движение вверх-вниз. В верхнем всё то же самое, но намного быстрее. Наглядная демонстрация этих режимов. Блокировка по всем осям – Lock. Разблокировка горизонтали – Pen Following. Разблокированный вертикаль и горизонталь – Full Follow Mode. Быстрый режим – Phone Go Mode. Благодаря наличию штативной резьбы на рукоятке стабилизатора, его можно использовать и с комплекта раскладной треногой, так и с обычным фотографическим или видеоштативом. Для использования всех возможностей стабилизатора необходимо установить приложение Z-Play. После запуска приложение соединяется по Bluetooth стабилизатором и с этого момента всё управление можно осуществлять с него. Основной экран приложения – это предпосмотр с активной в данный момент камеры. Переключение между задней и фронтальной камерой при помощи правой кнопки на колесе управления. Слева вверху – пиктограммы активных настроек, справа – уровень заряда стаба и смартфона. Слева внизу – кнопка, активирующая режим слежания за объектом. Кнопка меню на стабе вызывает экранное меню. Перемещаться по пунктам удобно при помощи вращения центрального колеса, подтверждения центральной клавишей. Первый пункт меню отвечает за тип съемки. Обычный, панорама на 180 градусов, панорама из 9 снимков, замедленные режимы, режим вертига – это оптический эффект, при котором предметы на переднем плане остаются на месте, а задний фон стремительно начинает отодвигаться назад. Следующий режим – управление вспышкой или постоянной подсветкой, быстрый вызов центральной кнопкой. Далее идет таймер с различными интервалами задержки. Активация режима съемки в расширенном динамическом диапазоне HDR, баланс белого – это меню, как и часть других самых востребованных, имеет также быстрый доступ с клавиш на панели управления стабом. Разрешение съемки и частота кадров зависит не только от смартфона, но и от активной в данный момент камеры. Далее идет опция активации ручного режима, сцены, ходьба или быстрое движение. В меню настроек, как камеры, здесь желательно отключать все опции стабилизации изображения и базовые настройки самого стабилизатора. При подключении к ПК и установке программы с официального сайта производителя, имеется возможность обновить прошивку стабилизатора и, выполняя шаги мастера, произвести его калибровку. Режим панорамирования. Стаб с камерой желательно установить на треногу неподвижно. В зависимости от выбранного режима стабилизатор либо поворачивает телефон по горизонтали на 180 градусов, либо делает 9 снимков в 3 раза в 3 рядах, после чего фотографии склеиваются в панораму, все автоматически. Для сравнения обычное фото. Режим панорама из 9 фото. Режим Режим панорама 180 градусов. Еще один пример обычной фотографии. Панорамы на 9 фотографий. Съемка видео. В зависимости от нужного результата выбираете режим блокировки осей. Результат напоминает плавный полет. Конечно, могут быть и скачки изображения, и сдвиги. Все вопрос тренировок, но вручную такого результата достигнуть в любом случае нельзя. В режиме замедленной съемки, то есть само видео получается с ускорением, необходимо выбрать временной интервал. Чем он больше, тем больше ускорения и длительность съемки. Именно фактической съемки, а не выходного ролика. После завершения этого времени съемка автоматически прекращается. Пример съемки в ускоренном режиме. Быстрый доступ к галерее отснятого материала при помощи нижней кнопки на колесе прокрутки стаба. Применение цифрового зума еще можно оправдать в некоторых случаях, правда он получается каким-то рваным, неплавным. Вот так это выглядит на ролике. А вот ручная фокусировка это уже более сложная съемка при переводе акцента на разные объекты или персонажа съемки, но это по моему мнению не для смартфона. В режиме блокировки по всем осям стабилизатор сохраняет максимально неподвижную картинку в кадре. На протяжении всего этого ролика я иду довольно быстрым шагом. Слежение за объектом. Опция активируется кнопкой слева внизу экрана, а после этого нужно выделить пальцем объект, за которым нужно следить. Вот так это выглядит со стороны. Стаб поворачивает смартфоном за объектом съемки, стараясь удержать его в кадре. Конечно, убежать от него не сложно, но нужно ли? И этот режим здорово поможет при съемке, например, влогов или видеообзоров. А это результат такой съемки на фронтальную камеру смартфона. Автономность работы от одного заряда существенно варьируется в зависимости от условий съемки. В среднем у меня получалось 3-3,5 часа. Смартфон с постоянно активным экраном живет не больше, поэтому вполне достаточно. В качестве итога могу сказать, что за свою относительно невысокую стоимость это качественный и удобный стабилизатор. Сравнивать не по конечам, это мой первый стаб, но вот сразу могу сказать, что поменял бы зум и фокус на поворотной ручке на плавное перемещение смартфона. Выставлять его положение вручную не очень удобно и заставляет задействовать вторую руку. Обязательно нужно калибровать стаб. Уже после съемки я заметил, что есть небольшой завал на видео. Калибровку я отложил на последний момент. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Дальше будет еще интереснее.